друзья всем привет буквально недавно получил сообщение от подписчика о том что у него нет мобильной сети на айфоне получилось сообщение в комментариях под вот этим видеороликом мобильная сеть недоступна при звонке что делать в этом видеоролике рассказывал как решить проблему на смартфоне с операционной системой android но про iphone и не рассказал так как айфона у меня нет сейчас расскажу вам ответ обязательно зачитаю с официального сайта но перед тем как рассказать подпишитесь пожалуйста на мой видеоканал если возникают вопросы напишите мне в комментариях под видеороликом либо пишите мне в личку в мою группу вконтакте итак поехали ссылку на этот сайт я оставлю в описании сайт официально это поддержка apple support.apple.com и вот здесь вот есть официальный ответ по поводу если нет сети если на экране iphone или ipad появляется сообщение нет сети или поиск а также если не удается подключиться к сотовой сети выполните следующие действия проверка зоны покрытия нужно в первую очередь проверить зону покрытия убедитесь что вы находите зоне покрытия сотовой сети затем выполните указаны действия чтобы включить или отключить функцию передачи данных по сотовой сети перейдите в меню настройки и выберите пункт сотовая связь или mobile data мобильные данные на ipad этот раздел называется настройки сотовая связь если вы находитесь за рубежом убедитесь что роуминг данных включен на устройстве выберите настройки сотовая связь параметры данных роуминг данных и от себя добавлю значит не только нужно этот параметр включить на смартфоне но нужно зайти в личный кабинет вашего оператора и в личном кабинете настройка включите роуминг потому что лично на моей практике было и такое что в телефоне роуминг работает но мнение айфон у меня андроид смартфон роуминг работает да но приходилось заходить на в личный кабинет у меня оператор мтс россия и именно в личном кабинете включать роуминг для того чтобы оператор начал понимать что я нахожусь за границей второй совет что советуют на официальном сайте это перезапуск iphone или ipad то есть скорее всего это сброс устройства до заводских настроек перезапустите устройство если вы точно не знаете как это сделать выполните эти действия на сайте есть вот гиперссылка если на нее нажать то открывается вот такая вот замечательная страница где есть где расположена инструкция и все подробно написано поэтому перейдете и посмотрите как же перезапустить ваш iphone или ipad поехали дальше третий вариант проверка наличие обновлений настроек оператора чтобы вручную проверить наличие обновлений оператора сотовой связи и установить их выполните следующие действия убедитесь что устройство подключено к сети вай фай или сотовой сети откройте настройки основные об этом устройстве если обновление доступно вам будет предложено обновить настройки оператора сотовой связи третий пункт чтобы узнать версию настроек оператора на устройстве выберите настройки основные об этом устройстве и посмотрите раздел оператор если устройство iphone или ipad будет использоваться с новой сим-картой необходимо загрузить настройки для нового оператора сотовой связи еще вариант извлечения сим-карты после того как вы достали сим-карту установите ее заново возможно потребуется обратиться за помощью к оператору связи если сим-карта повреждена или не помещается в лоток попросите у своего оператора новую сим-карту если вы перенесли сим-карту с другого устройства узнаете у своего оператора совместима ли это сим-карта с вашим iphone или ipad вот здесь вот есть гиперссылочка подробнее об извлечении сим-карты давайте откроем и посмотрим что же на этой странице на этой странице отображается инструкция как сделать извлечение или переносим карты в iphone или ipad обязательно посмотрите и прочитайте все подробно и в принципе все все советы все советы на официальном сайте ссылку оставлю в описании а также не помешает вам зайти вот в этот вот видос ссылку тоже оставлю в описании и хотя бы прочитать и хотя бы прочитать описание но желательно конечно посмотреть здесь я в этом видео еще озвучил варианты решения проблемы возможно они вам помогут в принципе на этом все если был бы у записи экраны показал бы вам это все на примере но айфона у меня нет поэтому детально продемонстрировать через запись с экрана я не смогу вот поэтому ссылочки все будут в описании переходим на официальный сайт следуем инструкциям и выполняем все действия шаг за шагом на этом все ребята всем спасибо за просмотр если возникают вопросы обязательно пишите комментируйте задавайте задавайте все вопросы именно под тем видеороликом именно по под определенным видеороликом чтоб я понимал как вам отвечать вот желательно проблему описывайте поподробнее чтобы было больше информации на этом все всем до новых встреч пока